Как устроен бизнес? Как вести переговоры с конкурентами? Как платить налоги и экологические сборы? На эти и многие другие вопросы ребята, отдыхающие во второй смене детского оздоровительного лагеря «Звездочка», ответили в ходе экономической игры. Основная суть игры в том, чтобы продержаться 12 лет, чтобы компания не рухнула и принесла прибыль. Я считаю, что эти игры очень полезны, потому что здесь развиваются многие навыки, которые пригодятся бизнесмену. По условию игры, 8 компаний расположены на одной реке. Каждая обязана производить продукцию, питьевую воду, а также платить налоги. Компании имеют возможность покупать, продавать или обменивать оборудование, брать кредиты и вести переговоры с соперниками. По окончании каждого игрового года руководство компании представляет отчетность о прибыли предприятия. Юные зареченцы подошли к делу со всей ответственностью и принимали решения, как настоящие бизнесмены. Мы построили частные сооружения, объединились в монополию, но нам перекрыли воду, и мы просто взяли и ушли от проблемы, и просто получаем пассивный доход. Проводила игру начальник департамента образования города Заречного Елена Аникина. По ее словам, юные зареченцы во время деловой игры смогли удивить ее не только своими знаниями в области бизнеса. Когда проводишь эту игру со взрослыми, то приходится раз или два применять штрафы для того, чтобы нацелить их на то, что нужно подумать не только о себе, но и об окружающей среде. Здесь штрафы не были применены ни разу, потому что с первого раунда дети говорили о том, что надо очистить. И для меня это было удивительно. Взрослые такого не делали никогда. Елена Васильевна также отметила, что главная задача игры не просто научить ребят основам предпринимательства, а выявить лидеров коллектива, тех ребят, кого готовы слушать и за кем готовы идти сверстники. Так как здесь собрались лидеры, то главной задачей моей было увидеть, кто же возьмет на себя управление предполагаемыми компаниями. И самое главное, кто сумеет отстоять свою точку зрения и убедить в том, что он прав других. Мне кажется, было очевидно, что такие дети есть и их много. Вторая смена детского оздоровительного лагеря «Звездочка» подходит к завершению. Уже 12 июля состоится торжественное закрытие смены, а 13 числа юные лидеры вернутся в Заречный.